Заводчики представляют различные породы. Такие как бенгальская, мейн-кун, британская, короткошерстная, шотландская, веслоухая, канадский сфинкс, курильский бобтейл. Плюс на выставке присутствуют беспородные животные, которые участвуют в классе домашних любимцев. Для себя нужно уяснить, для каких целей вы приобретаете животное. Если это животное приобретается просто для любви, для души, как у нас в народе говорится, на подушку, Второй вопрос, если животное приобретается уже в разведении, серьезно, то есть желательно приобретать такое животное через клуб, чтобы он уже, котеночек, прошел экспертизу, чтобы эксперты его оценили. То есть новому хозяину в руки отдается уже полностью готовое, социально развитое существо. Порода мейн-кун – это самые крупные в мире домашние кошки. Тяжело только держать, так как он весит 8 килограмм. И он еще молодой, ему год и 11 месяцев. Мейн-куны развиваются и растут до 3 лет. Поэтому это еще такой юноша, скажем так. Мы определяем наибольшее соответствие стандарту животного. Потом определяем окрас, темперамент обязательно, шоу-темперамент, особенно для ринговой системы, это очень важно. Как животное показывается, как оно ведет себя на столе. И, соответственно, из этого уже выбирается, скажем так, баланс. Кто более соответствует стандарту, кто какие-то имеет, может быть, небольшие недостатки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, все разбросало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА